Дорога между корпусами на Академика Павлова и на Потапова – давняя проблема студентов Самарского университета. Им приходится каждый день ходить по проезжей части. Просьбу обустроить тротуар учащиеся озвучили на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. А также попросили вести льготы для аспирантов, ведь они тоже студенты, но пользоваться студенческими бонусами не могут. Такая встреча может быть полезна вообще для всего студенчества, потому что различные вопросы, которые могут быть подняты, они настолько глубинные и сложные, что без помощи администрации региона решить их просто не представляется возможным. Отвечая на вопросы студентов, Дмитрий Азаров отметил, что льготы для аспирантов вполне реальны, а вот на ремонт дороги может потребоваться время. Зимой работы точно проводить не будут, зато есть время к лету подготовить проект реконструкции. Это почти наверняка реконструкция, в том числе уличной дорожной сети, а это требует проектной проработки. Если есть проект, то эта задача упрощает, а если нет, то какое-то время мы еще на это потратим. Обращались студенты к губернатору не только с вопросами, но и с предложениями. Руководитель волонтерского центра озвучил идею создания на базе университета мобильного центра по отбору добровольцев на всероссийские мировые праздники и спортивные соревнования. Идея главе региона понравилась, тем более, что самарское волонтерское движение стало очень масштабным. У волонтеров становится все больше и больше, что вот этот вот позыв души есть, очень важно. В общем, и у молодежи, и у людей старшего поколения. И вот я расчет все больше и больше среди них тоже, не только тех, кто нуждается в помощи, но которые иногда, получив эту помощь, сами хотят эту помощь людям оказывать и участвовать в волонтерском проекте. Здорово. Иностранные студенты озвучили идею создать площадку, на которой смогут общаться между собой и адаптироваться к жизни в России. Дмитрий Азаров ответил, что Молодежный дом дружбы народов – интересная идея, которую надо поддержать. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.